привет народ это ганс миллер сегодня хочу поговорить о прогрессии возможно прогрессия давно уже несколько лет слышал про универсальную электронную карту уек сбербанке называется просто система она сделана для того чтобы сделать более удобной жизнь человека и хотел я взять ее посмотреть но сейчас вот я почитал информацию поподробнее о ней и попытаемся разобраться если от нее толк на самом деле коротко скажу вам что конечно это не вредные все вещи есть какой-то небольшой прогресс вот например этой инвестиционной карте электронная подпись но как это реализуется реализуется все это плохо и даже не с точки зрения лиги что следить будут за вами за вами и так просто следить есть паспорт у всех и попов и там есть полоски магнитные и данные все хранятся хотя на самом деле такая куча народу что толком не знаю даже что кто-то помер жив там просто такая масса создана чиновники создают вот эту массу которая платят жкх ходит накид и бессмысленные выборы на самом деле они естественно ничего не придумывали это такие подобные карты есть других европейских странах в сингапуре где с коррупцией вроде как поборолись для удобства там возможно они существуют для удобства теперь посмотрим подробней что написано универсальная электронная карта российская пластиковая карта объединяющий себя идентификационное и платежное средство вот сразу настораживает меня как удостоверение подписи я бы взял конечно такое чтобы где-то использовать вместо своей вот эти вот загорючки я не уверен что все места готовы там же нужен специальный считыватель и платежная но основное для чиновников это не то чтобы платежное сделать что вы платили ну конечно что платили при этом налоги снимается но и чтобы с вас снимать так посмотрим на нее как она выглядит моготип микропроцессор сейчас процессор закупают идет в китае и еще есть завод опять же где-то около москвы citronix который просто купил станки у итальянцев или китайцев тех же и они сами производят чипы и считают что в таком случае они проконтролируют возможно да если производится китая труд трояна заложит но если станки иностранные то сами эти производители какого-то трояна заложит в общем не очень понятно поэтому защищенность номер карты фотография номер банковского счета и главное что при производстве я сделал вот как мне было удобнее на выбор это как удостоверение личности как подпись и ну галочки ставите например раз мне не нужна банковская карта я убираю но здесь нету выбора про это я нигде не прочитал выбора нету я выбирал там надо ли туда мне пенсионное что-то еще сам был выбрал тут нет такого и это как бы серьезное неудобство поэтому банковскую карту я бы на не карту приложения за панское не стал туда класть потому что то что я я думаю они все заберут какой-нибудь как делают поднимают тарифы на жкх и и все это должен заплатить и ты даже если видишь что у тебя вода вместо горячей ты проливаешь по полчаса но ты не можешь это нигде доказать и все из тебя снимают соц этой карты так и будут вас снимать фактически ничего не давая дата рождения образец подписи вот сразу меня насторожило даже вот на картах сейчас подписи и написано должен должна быть подпись а зачем там подпись если она как бы видна и любой и может закорюк поставить а кто будет разбираться что вы поставили тот другой там нету стопроцентной экспертизы поэтому эта подпись она не особо вас защитит может быть еще отпечаток пальца или снимок роговицы глаза кто там такое подобное можно было внедрить так и сразу поискал я реакция народа народ пугается естественно это обоснованно но немножко не в том у них пугание думать что за ним будут следить но следить и сейчас могут как я говорил есть уже электронные эти базы главное что был следить именно у злоупотреблением чтобы содрать штрафы жкх бесконечные в разваленных хрущево когда народ живет с другой стороны чтобы что-то полезное дать человеку с этой страны не будут следить и если это делается сейчас без карт по бумажкам это делалось то будет делаться и с этой картой универсальный дело вот в этом как бы корень сама карточка она ничего несет если развал бандитизма уродство чинуши кругом разводят мы сами сам народ это тоже поддерживает не буду говорить как обычно что вот вы хорошие сидите а твой чиновник чиновник очень злой но мы такие же если позволяете ему делать дети и требуйте свои свои защиту своих возможностей так что пишет что опасаются единая база данных данные могут использованы третьими лицами ну конечно они будут использованы потому что эти третьи лица любые там вот как при деньгах при банках татра банка его никто не контролирует сейчас вот например это как бы что татра банк считается независим на самом деле просто какой один человек отдает приказы то есть дело вот в этом официальные данные здесь будут содержатся систем электронных карт но опять же в этом самом факте ничего не страшно страшно что к нему имеют доступ уже вторая сторона даже не контролируема вы же не контролируете ничего даже своем доме и не контролируете правление тсж вам эффективные какие-то бумажейки показывают вы как бы свою холопскую лямку тянете опасения следите операции человека ну и сейчас можно по карте отследить ваши оплаты по сотовому телефону все ваши разговоры прослушивать можно без решения суда это опять же этот вопрос что контроль то он нужен но контроль если то сторона возникает 2 которая неконтролируемая то это несет развал всему потому что их ты тоже надо контролировать как сделана бир схема человек хороший плохой и мвд контролирует на первом тоже плохое или хорошие ленится прокуратура она контролирует милицию службы собственной безопасности контролирует потом прокуратура тролирует а то прокуратуру контролирует никто может быть фсб фсб никто и все это тупик и развал контролирует общество кто должен быть да конечно не фсб-2 и не царь-батюшка общество но только на это и можно надеяться на здравомыслия людей причем надо еще выращивать этих людей со школы на со школы пытаются задурить в общем стороны и ушел это связано все все идет с основы с образования чем более образованный человек разносторонний то тяжелее его обмануть какую-то фигню пропихнуть и дальше в жизни это сказывается техническое зрение внедрение век не принесет какой-либо пользы это принесет пользу передачу данных если там сотовая связь уже есть много где проси можно спутниковая связь пользователь интернет принесет конечно пользу просто еще у меня идея есть хорошие что нужно использовать совместно я посмотрел по банкам там есть код sms cp подпись электронная и с карточки и можно использовать одну две вместе и три вместе и если использовать три вместе но почти что нет возможности все это подделать еще какой-нибудь сканер пальца компьютеру подключать его считывать вот это идеальная схема то есть паспорт бумажный карта палец глаз там съем съемка глаза это отличная схема она очень прогрессивно вот это и можно играть ну и как-то в отдаленной местности использовать и что-то планируется чтобы заменить полностью заменить и зачем полностью заменить хочешь используя и сам чай выше один обычный паспорт с электронной я бы использовал ну как удобно было все сразу дает большую безопасность так гражданское общество злоупотребление и мошенничество при использовании уек ну злоупотребление мошенничество есть и без иек поэтому гражданское общество нету потому что твой опять черёжка сажает поэтому поэтому нет основания можно внедрить на какой-то процентник она улучшит эту жизнь человека пользоваться сети манипуляции крыться обзор государственных органов дело не в надзоре государственных органов кто там сидит светом сидят нехорошие люди а так и есть то вот это плохо потому что надзор тут же подозревается что надзор ты именно с тебя собрать там заводы за горячие за отопление хотя на улице плюс 5 себя сделают по 2000 снимать час до минус 15 сейчас плюс 5 2000 и растет все время это плата ну делаю вот в этом смотрите в корень люди государственного ну и как игру контролировать то есть они могут тебя контролировать должны и ты их односторонний контроль все это развал всего конечно заменять бумажные эквиваленты что порождает политические настроения апокалипсис нет ну сама уэка явно не сделает конец света но и как я говорил использовать нужно совместно две вещи бумажная и электронная и все будет лично власти же отмечают опять вот раз неправильно не власти власть это и есть каждый человек и у каждой народу в общем он пролежит власти чего они власти своих подков это вот пишут газеты серьезные а их там это просто ужасно делать в этом нельзя так говорить власти чиновники это такие же люди обычные и исполнители холопики наши так строенные средства защиты под строгим госконтролем никто не намеревается обсуждать использование нового век ну да только надо использовать игра что можешь и бумажную нет и надо надо всем раздать и дать выбор и главное что говорят пишут там бесплатная она не бесплатная куча денег выделяется выделяет из бюджета то есть с наших налогов вот это вот слово бесплатная постоянно используется умс бесплатный он не бесплатный опять же берется бюджетов и при таком развале там очень много разворовывается поэтому низкая эффективность так нац минут на этом чтобы долго не утомлять первую часть закончим такое вступление дальше снимем вторую часть спасибо первая что закончена Продолжение следует...